Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. 69 членов моей семьи подверглись геноциду на наших оренных территориях Западной Армении. Аракий Шищан, помощник госсекретаря США об отношениях с Арменией. Нагорный Карабах оккупирован в США. Вопрос предоставления правового статуса без вести пропавшим лицам обсуждался в ООН. Армянская женщина Азатамартих Майрам Чилингарян из Урфы, проживающий в Германии Халис Йилдырым, вернулся к своим армянским корням и получил имя Вартан. Преданный культуре Западной Армении Нагаш Огнанян. На второй день научной конференции на тему вызовы Западной Армении, организованной Национальным собранием Западной Армении, депутат Национального собрания Западной Армении, Аракий Шищан в своем выступлении сравнил армянский народ с семенем и ростком, которые нужно терпеливо выхаживать и ждать результата. Он рассказал историю своего деда о том, как турки подвергли геноциду 69 членов его семьи на их коренных территориях, а те, кто спасся, были изгнаны в другие страны. Господин Кишищан коснулся также действующих в то время структур и партий, ни одна из которых не говорила о правах Западной Армении. Говоря о дедушке, спасшегося от геноцида, он отметил, что они стали свидетелями ужасных сцен, после которых не смогли преодолеть страх и вернуться на родину, Западную Армению. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Кэрен Донфридт во время слушания о роли США относительно Южного Кавказа сказала, «Наши двухсторонние отношения с Арменией никогда не были такими прочными. Мы продолжаем искать пути в сфере безопасности и углубления сотрудничества в области демократического и экономического развития». Стратегический диалог Армении и США – это основной формат данного сотрудничества. В мае во время состоявшегося в Вашингтоне стратегического диалога мы подписали с Арменией меморандум о взаимопонимании по ядерному сотрудничеству, который может способствовать энергетической независимости Армении и построить более крепкое армяно-американское сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая предоставление американских малых модульных реакторов. Я воодушевлена участием в предстоящем диалоге следующего года Армения-США. Советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседатель минской группы ОБСФ Филипп Рикер, выступая в Сенате на слушаниях Комитета по внешним отношениям, сказал, «Важно отметить, что въезд в Нагорный Карабах ограничен. На данный момент представители администрации США не имеют доступа в Нагорный Карабах, чтобы оценить гуманитарные потребности и разработать программы. Во время его последнего визита в регион и я не смог посетить его». Очень важно, что Рикер говорил о поездке из Армении в Нагорный Карабах. Это означает, что Нагорный Карабах рассматривается как армянский субъект. В свою очередь Рикер также отметил, что механизм сопредседателя минской группы ОБСФ не работает, однако мандат и цель формата сохраняются. То есть мандат не отменен, вопрос не урегулирован, въезд сопредседателя не должен быть запрещен. Если запрещен, значит Нагорный Карабах оккупирован. Фактически Рикер констатирует этот факт. Генеральная ассамблея ООН на 77-й сессии в рамках вопросов, касающих прав человека 1 ноября 2022 года, обсудила и приняла документ о правах без вести пропавших. Документ затрагивает и передает важность таким вопросам, о которых постоянно говорится в надзорском офисе Хельсинской гражданской ассамблеи в контексте о защите прав лиц без вести пропавших и их семей, в том числе в обоснованиях проекта закона «Пропавшие без вести». Это такие механизмы, которые позволят без вести пропавшим лицам получить правовой статус, а с членом их семей получить социальные гарантии, решить свои проблемы в области здравоохранения, образования, реализовать свое право на получение информации. История стала свидетелем не только фашистов, зараженных шовинизмом и религии, обладающих доминирующим мужским мышлением, но и борьбы женщин, сопротивляющихся за свою свободу и достоинство. Сегодня осознавание сопротивления женщин более необходимо, чем в прошлом. История человечества свидетельствует, что самой правильной и справедливой формой борьбы за выживание является сопротивление. Сопротивление всегда было тем путем, к которому приходилось прибегать угнетенным. А если передовикам сопротивлением являются женщины-революционеры, то история будет написана более яркими красками. Если в прошлом борьба армянских, сирийских и греческих женщин азатамартиков не воспринималась, сегодня соответственно не воспринимается героическое сопротивление курдских женщин. Марям Челингарян, Ханум Кетенджян, Агулит Атулян, Султан Симян это женщины из Урфы, начинатели, организовавшие сопротивление армянских женщин. Статья полностью доступна на нашем сайте. Халис Илдерым долгое время, живя в Германии, захотел вернуться к армянским корням, уходящих в 1915 год и обратился в суд, чтобы получить имя Вартан. Так Вартан рассказал про пройденные трудности и о корнях, которые доходят до Терджана. Для маленькой девочки, оторванной от семьи своего народа, в одном из древних армянских поселений Терджана в 1915 году понимание процесса ассимиляции требовало серьезных усилий. Мы выросли в семье, где все, что происходило с бабушкой Беси, тщательно скрывалось членами семьи, и мы ничего не знали о ее прошлом. Бабушка Беси была из семи ссыльных резни Дерсимы 1938 года, которая сопутствовала резне 1915 года. Очень сложно осознать армянскую идентичность в среде, где шансы на выживание возрастают равнозначно отречению от самого себя. А как и где были убиты мой дед Торос и старший дядя Вартан, один из тех случаев, которые местные жители рассказывали так же, как и об остальных убийствах. Вартан – это имя старшего брата моей бабушки Бес. Его имя для меня символизирует храбрость, которой он руководствовал, столкнувшись с безумным преступлением и стремлением найти маленькую девочку. Западная Армения приветствует шаги, направленные на возвращение потомков к корням и восстановлению армянской идентичности. Известный армянский поэт Ашух и художник позднего средневекового Нагаш Абнатан родился в 1661 году в Нахе Дживане. Он оставил богатое литературное и художественное наследие более пяти десятков рукописей. Нагаш также писал песни религиозно-ритуального характера, используя фольклор. Прославился как мастер-художник и заслужил почетное имя Нагаш. Он оформил здания и церкви в Армении, Грузии и Персии. После ужасного землетрясения 1679 года он приехал в Ереван и оформил стены и потолки церкви святого Погоса Петроса, святого Анания и святого Катаваке. А в 1710-х годах был приглашен в Эчмиадин, чтобы проиллюстрировать Эчмиадинский монастырь. И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!